22 сентября Болгария отмечает День независимости. К этому празднику причастна и Тверская земля. Именно в нашей губернии провел свои последние годы жизни и был похоронен человек, который внес огромный вклад в победу русской армии в войне против турок в 1877-1878 годах. После этого Болгария снова стала самостоятельным государством. В русско-турецкую кампанию с 1977-78 годов Иосиф Гурко возглавлял самые разные соединения, в том числе и гвардию. Под его командованием был достигнут целый ряд важных успехов. Именно его солдаты вышли к Адрианополю, городу рядом со столицей Османской империи, после чего противник запросил мира. Благодаря победе России в той войне Болгария стала независимой, о чем в этой стране помнят до сих пор. Для меня огромная честь быть сегодня здесь, когда мы чтим его память. Имя Гурко известно каждому в Болгарии. Есть поселки, чье имя именно генерал Фельдмаршал Гурко. В центре Софии центральный бульвар называется Гурко. Память о великом русском полководце в Сахарове, где располагалось его имение и где находится фамильная усыпальница генерала Фельдмаршала, 22 сентября прошли памятные мероприятия. В частности, была ослужена лития, на которой присутствовал митрополит Тверской и Кашинский Амбросий. Сегодня дим памяти преподобного Иосифа Володского, невестного покровителя Иосифа Владимировича Гурко, который, будучи носителем имени преподобного Володского игумена, сам является той личностью, о которой невозможно забыть. Мероприятие почтило своим вниманием и посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Элеонора Митрофанова. Она отметила, что именно та русско-турецкая война, одним из героев которой стал Иосиф Гурко, предопределила дальнейшие отношения двух народов. В основе русско-болгарских отношений и братства, я бы сказала, лежит как раз вот этот исторический период. И то неимоверная поддержка русских людей, которой не было по отношению к иностранцам больше никогда в истории. Все участники мероприятия отметили важность дальнейшего пропагандирования памяти Иосифа Гурко, который вошел в историю как один из самых успешных военачальников России.